Продолжение следует... ...проектов по проведению реформ в сельскохозяйственном секторе Узбекистана. Совсем недавно это финансирование было направлено на проект поддержки сельскохозяйственных предприятий по программе RESPS2. С 2000 года фермерские хозяйства Узбекистана формально являются частными, но их права ограничены. Они не могут самостоятельно решать, как использовать отведенные им земли, выбирать, какие сельскохозяйственные культуры выращивать, выбирать поставщиков и покупателей своей продукции, определять стоимость своей продукции, определять объем производства. Кроме того, фермеры обязаны выполнять план запора урожая. Ежегодно правительство спускает местным органам власти обязательную для исполнения квоту на производство хлопка и зерна. За невыполнение плана местные руководители администрации рискуют своими должностями. Фермеры подвергаются экономическим и административным санкциям и даже уголовным наказаниям. Искусственно заниженные закупочные цены на хлопок назначает правительство. Государственная монополия диктует производителям закупочные цены. Большинство фермеров не в состоянии получить прибыль от выращивания хлопка для накопления инвестиций и для справедливой оплаты труда сельхозрабочих. А их все равно принуждают выращивать хлопок. По указанию правительства, каждый год массово вывозят учащихся и взрослое население на сбор хлопка в сентябре и октябре. Цель правительства – сэкономить на стоимости труда, увеличивая прибыль от продажи хлопка. Несмотря на имеющиеся в документах Всемирного банка упоминания о независимых фермерах проекта RISP2, все фермерские хозяйства в Узбекистане привязаны к системе госзаказа. В Узбекистане приняты законы, запрещающие принудительный труд. Но фактически они не исполняются. На селекторных совещаниях правительства с участием органов прокуратуры внутренних дел руководители всех уровней обязывают обеспечить массовую явку хлопкару. Всемирный банк не должен выдавать займы для проектов, где используется детский труд и принудительный труд. Но в Узбекистане проекты, подобные RISP2, финансируются, потому что Всемирный банк опирается на выводы консультантов, нанятых правительством Узбекистана. Они, в свою очередь, больше ориентированы на сотрудничество со страной, которая получает финансирование Всемирного банка. Все это создает условия для необъективных оценок и, следовательно, как в случае с программой RISP2, приводит к ложному заключению о том, что детский труд в Узбекистане не используется. В 2013 году руководство Всемирного банка письменно признало, что оценка анализа детского и принудительного труда в Хлокомсерфере не была достаточно надежной. Но, несмотря на ограниченный успех в работе руководства банка с правительством Узбекистана, для улучшения этой оценки запуск проекта был одобрен. Это демонстрирует явный отказ банка от приверженности собственной политике безопасности. Таким образом, реализация политики безопасности, которая запрещает использование принудительного труда в рамках проекта, финансируемых банком, будет недостаточной для предотвращения нарушений прав человека, подобных тем, которые мы наблюдаем в проекте RISP2. Это будет продолжаться, пока Всемирный банк не возьмет на себя обязательство провести честную, строгую и независимую оценку ситуации. По причине отказа Всемирного банка рассмотреть проблему о влиянии его фондов на практику использования принудительного труда в Узбекистане, наша организация совместно с другими партнерами написала жалобу в инспекционную комиссию при Всемирном банке в отношении проекта RISP2. В декабре 2013 года эта инспекционная комиссия посетила Узбекистан и нашла доказательства того, что дети в возрасте до 18 лет работали на флотковых полях. Инспекционная комиссия пришла к выводу, что есть связь между финансированием Всемирного банка и принудительным трудом, и что проводится недостаточно тщательная оценка банка, утвердившего проект. РИСП2. Инспекционная комиссия дала Всемирному банку год на проведение мер по исправлению положения для решения проблемы детского труда в этом проекте. В заключении моего выступления я хотела бы обратиться к Всемирному банку со следующими рекомендациями. Первое. Требовать независимую оценку и мониторинг всех проектов, финансируемых Всемирным банком в Узбекистане. Второе. Реализация политики, предотвращающей индустрия, инвестирования Всемирным банком в любом проекте, где есть риск участвовать в нарушении трудовых прав. Для этого банк должен объективно оценивать риск нарушения трудовых прав, связанных с его проектами.